О май гад, был Данила! Ну что, сложная жизненная ситуация с гольфом, помните, да? Эту машинку. Прошло кучу времени, в принципе, тупо не было денег, да и сейчас их нету, но пришло уже время собирать малыша, поэтому мы приехали с вами на Рочинскую, где малыш, вот как бы все в том же положении. У него битая бочина, битая эбало, ну а в остальном он даже ездит. Короче, сейчас будем его частично разбирать и увозить во Фрэнс гараж. Будем делать подвеску, ставить его уже на более-менее ход и потом возвращаться сюда на стапель. Ну, короче, вы все увидите, погнали! О май гад, был Данила! Ох, а есть ножик, отрезать это все, я не могу на это смотреть, блядь! Жесть! Ебать! Тачка-то пушка, в принципе, все ездит. А, черепец! Надо же было так ебаться. Что, прям быстренько на улочке подкинем передний бампер, сразу будет видно, что там по повреждениям, ну и чтобы его туда-сюда не таскать. Оставлю его здесь ножичком, обрезал все, что не нужно. Ох, гадем, подушки! Кстати, я посчитал, что-то там 6 в руль, 3 в торпеду, 5 в ноги и сама торпеда 25. Вот такая вот безопасность. Давно я на Маломне катался. Было принято решение не залезать на эвакуатор, а доехать самому, чтобы вспомнить, как это все дело выглядит. Бля, конечно, дичь, грусть, печаль, тоска. Надеюсь, без приключений. Хорошо тут за угол, недалеко. Оторвемся на секундочку от блога. Хочу вам напомнить, что сегодня 1 ноября играет Манчестер Юнайтед против Арсенал. И нужно поучаствовать. Куар-код в деле, ссылочка в прикрепленном комментарии также работает. Выиграем с Ван Икс. Ну что, прокатился неплохо. Приехали в Фрэнс Гараж. Чисто на кайфах. План работы здесь. Сейчас подраскинем немножко мордочку. Уберем вот это нехорошее действие с колесом. Поставим новый рычаг, новый кулак. Заменим все 4 стойки. Ну, короче, немножечко начнем восстанавливать малыша. Едет даже хорошо в ебаный. Ну и потом, в конце ремонта, после уже кузовных утех, я займусь салоном, чтобы вот это все выглядело снова гуд. Утро доброе, мы с вами уже во Фрэнс Гараж. И что, сегодня мы будем ковырять малого. Ковырять мы его будем не сильно. Так сказать, поставим подвеску на ход. У нас тут гнутые рычаги, гнутые тяги. Сейчас посмотрим, что там со стойками. Короче, там вроде стойки плохо. Но у меня уже тут сыр был. Сзади сток, спереди бельштайн. И, короче, ноу-мани, ноу-хани. Поэтому мы сегодня ставим подвеску самую дешевую. Это техникс. Лишь бы он, короче, поехал. Типа ровненько. Поменяем там рычаг, наконечник, тягу, кулак. Короче, вот такая вот движуха. И должно все это вроде поехать более-менее. Ну, а дальше уже кузовные утехи уже стапили. Но это уже другая история. Поэтому пока идем менять стойки. Вот у нас наконечники тяга. Вот эти чудесные коробочки. Еще будем скрывать. Оп. Короче, тут переходит под 55-й сапог. Что мне и нужно. Особо на него никаких надежд не ставлю. Просто поставлю его, чтобы он как бы ездил. Как бы вот вроде бы был. Ну, план такой. Возможно, еще сейчас подкинем наперед мои старые пружины от бельштайнов. А сзади просто подкинем стойки. Даже не будем трогать пружины. Короче, что-нибудь из этого получится, я надеюсь. Ну, хотя бы просто, чтобы поездила. Потому что найти очень быстрые стойки не получилось. Брать бэушные за полтаху тоже не очень хочется. Короче, такое себе. А эти мне достались за 7. И 700 рублей доставка. И машина, в принципе, встанет на ровные колеса. С кайфом. Санечек уже разбирает. Короче, весь удар пришелся по сути в лонжерон и в усилитель. В принципе, это навесочек так подсложило по изику. Не понимаю насчет подрамника. Возможно, подсогнул вот эту часть. Но это не точно. Сейчас мы посмотрим снятием рычага. Ну, рычаг, как я и сказал, тяга. И, возможно, кулак. Не знаю. Вот я взял кулак. Не понимаю, нужно, не нужно, надо, не надо. И стойку уже там эту не могу. Не вижу. В принципе, аморик-то, сука, даже сильно не пострадал. А я подзагнался. Подумал, что он там кривой весь. Жен пауки. Паутину наплели. Ну что, ребят, забыл вам подснять. Мы тут все подраскидали. Фары кранты, адсорберу кранты. А бачку омывателя кранты. Причем даже с трубкой. Насос у меня остался живой один. Здесь где-то должна еще быть форсунка омывателя фары. Но ее тоже нету, потому что ей тоже кранты. Короче, всему по чуть-чуть кранты. Но весь удар пришелся на усилитель. Усилитель, кстати, остался больше жив, чем мертв. Но его надо менять по-любому. Еще подзавернулось лонжерон. Скорее всего, тот тоже ушел туда немножко. Потому что там на шкиве, на шкиве есть на каком-то даже прям залом. Лонжерон дошел до шкива. Здесь расклепался подкрылок. Но когда эту часть потянут назад, тут просто на точечке обварится все. Кассета радиаторов, он же телек. Конечно, сбоку немного пострадал, но я не вижу смысла. Мне кажется, что все, в принципе, терпимо. Можно, в принципе, и поменять. Просто это он китайский недорого, но китайский качество, наверное, не очень. Ну, антифриз есть, надо долить. Чуть-чуть куда-то убежала. Не знаю, надо смотреть, может где-то течь, не течь. Ну, в общем, вот такая картина. И мой санечка начинает к подвесочке идти. Кстати, я вспомнил, почему купил стойки. Вот с этой стороны лучше всего видно, как стойка изгибается. И такого быть не должно. Сейчас меняем рычаг, кулак, наконечник, тягу и аморики в круг. Ничего не откручивается. Давно ничего не разбирали. Все со срывочкой. Ну вот, наш погнувшийся и наш контрактный. Ну, как-то так, чисто. Двигаемся на Евроавто. Собственно, по кулакам. В принципе, на старом деформации не видно никаких. Но я все равно взял беушный, контрактный, евроавтовский. Он стоит недорого. Сейчас мы перекрутим пыльник, перекрутим ступицу. Короче, все у нас получится. Я думаю, что все в итоге. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Ой, как жестко я заморачивался сейчас и пилял. Потому что здесь закладная проворачивалась. Бельштайн. Та Техникс. Ну, в принципе, одно и то же. Возможно, что я бы поменял пружину отсюда. Вот сюда. Да. И получится вообще даже неплохо. А что, тебе вот эти красные не нравятся? Да, видишь, у нее виток очень крупный. По-любому она мягкая. Плюс тут еще подпружинник. Мне кажется, это полная шляпа. Надо открутить сверху и вот эту пружину сюда поставить. Потому что эта пружина выглядит гораздо лучше. И ход регулировки такой будет большой, что можно будет обдропаться просто. Я думаю, что нужно вот эту пружину сюда поставить, а вот эту убрать. Да, простит меня Та Техникс. У них мягкие пружины очень отстойные. Тем более, что с подпружинником. У меня же все-таки тачка ездить хочет. Пружина еще довольно жива. Даже еще не сильно пор джавела. По размеру сюда должна стрельнуть и поджаться еще даже. Я не знаю, мне кажется, мне хелпер не нужен. Мы сейчас просто выкрутим под самый верх и все будет хорошо. Не, ну выглядит неплохо. Надеюсь, будет работать. Буду надеяться, что нам хватит регулировки, чтобы приподнять тачку. Но зато дрогнуть теперь можно просто в мясо. У Та Техникс довольно много регулировок. Ну, в плане по высоте. У них получается под 50. И вот у нас вкладка такая идет, чтобы они превратились в 55. Та Техникс, кстати, еще и фулл тап. Можно в сапоге это все дело двигать. Прям я удивлен. За 7700 с кайфом. Что там, кривая? Вот, ровная. Сейчас пыльник подкинем и в бой. Хорошо, что ты пыльнул, окей. Пыльни, пыльни. Блин, какой мощный привод, на передний. Вообще просто. А то отключится. Ну что, вроде подсобралось. Рычаг вкинулся. Стойка вкинулась. Сейчас вишенка на торте, наконечник. Ну, а тем временем тут уже сам кастомный Митяй. Митя Кастом начал разбор. Заднюю стойку замену. Митя, ну ты кастом. Нихоя от тебя гольф сожрал. Воу-воу-воу. Стопорнем еще разочек. Потому что 3 ноября Локомотив против Атлетика. И вот это футбольчик Лиги Чемпионов. Нужно поучаствовать. QR-код, ссылочка в прикрепленном комментарии. Новички юзайте мой промокод BORCHSTORY. Он даст вам до 100 долларов на первый депозит. Ну а что, мы погнали дальше. Выиграем с 1X. Короче, спереди оказалось сложнее все это сделать, чем сзади. Сзади уже все готово. А спереди мы сначала мучились вот здесь, вот с этим болтом. А теперь мучаемся вот здесь, аж двумя болтами, вот с этим, вот с этим. Они проворачиваются, потому что закручиваются внутрь. В опору, а там закладная, просто сказал, давай до свидания. И, короче, это дичь. Если с той стороны еще вот к этому болту легко подлесить, вот здесь я не знаю, как болгаркой срезать. Короче, сейчас будем что-то придумывать. Немного сварки, одну закладную мы открутили. Сейчас вот вторую. Но Митя с таким лицом это важно делает. Короче, веселуха. Задняя часть, в принципе, закончена. С жопой у Мити не было проблем. А вот попереду какие-то проблемы. На самом деле, проблемы у Санечка, он помогает Санечку. Когда у Саши что-то не откручивается, Саша приходит в странное такое состояние, когда он кричит, ругается матом и все кидает. Но вот пришел Митя и спасает. Давай в глаз. Раз, два, три. Тихо, тихо, тихо. Да, ебаный. Там ржавая все, блядь. Блядь. Кто придумал на вагах эти болты? Снизу, сверху вниз кончены. Кто придумал вот эти машины кончены? Тачка Porsche Macan, пробег 100. Вот такая вот хуя. Для мотора. Побегает еще. Ну что, варить победила. Сила сварки все открутила. Идет уже разбор. Короче, мы остаемся на конфиге Та-Техникс и на пружинах от Бельштайн. Она вот так будет поинтереснее. Но теперь у Морди есть возможность лютого дропа. Хочу скорее опустить на землю, посмотреть, что получилось. Блядь, ну это отстой. Высоковато. Ну что, вниз? На пару сантиметров. А что по жопе? Не, по жопе норм, как было. Понятно, что ничего не понятно. Здесь крыла вообще нет. И здесь расстояние, кстати, на сантиметр уже. Все-таки надо тянуть все это дело в ту сторону. Надеюсь, подрамник там по пизде не пошел. Кстати, тут сзади трактит уже МакАн. Собран, двигатель замедлен. Балуются. Ну а мы подкрутили немножко винты. И едем вниз. Посмотрим, что из этого получится. Должно чуть-чуть дропнуться. Не намного лучше. Еще третий замер. Ну вот так норм. Еще поездит, присядет. С этой стороны, к сожалению, непонятно. Но мне нравится. В общем, кайф. Что, собираем все. И надо, наверное, ехать в сторону кузовни. Стэнс будет жить. Я буду ездить на гольфе. Что, подвесочку, так сказать, поучинили на полшишки. Бать ошибок. Теперь еще бак выскочил. А бенз был. Черт. Что-то тилькает, короче, справа. Вроде даже едем. Прохожу лайтовый тест-драйв тут прям на территории. Не, ну кайф же, а. Ай, как мало для счастья надо. Ладно, увидимся в кузовне. Как и обещал, мы с вами приехали в малярочку, в стилкарс. Где в прошлый раз красился. Тянулся и делался. Тут же и в этот раз будем красить, тянуться и делаться. Быстро накидываю. Что у нас? Новая дверь. Новое крыло. Новые кронштейны. Новая фара. Новый телевизор. Новый усилитель. Новый омыватель. Новый омыватель фар. Новый бампер. В нем все решетки, кроме левой, новые. Капот в ремонт. Заднее крыло в ремонт. Ну и покрас лампас по салону. В самом конце мы будем делать красоту в салоне. Заменим подушку водителя, подушку ног водителя. Заменим торпеду. Кстати, торпеду я ищу бушную, потому что перешивать вот это все говно не хочу. Если вы знаете, где взять на гольф бушную торпеду не по конь цене, там не за тридцатку, а хотя бы тысяч за двадцать, может у кого-то валяется, может кто-то продает, отпишите мне, пожалуйста. Так вот, заменим торпеду и подушечку пассажира. Ну и конечно, нужно будет разблокировать ремни, ну и прописать блок СРС или как там он называется, не знаю точно. Короче, есть мысли перекрасить гольф. Перекрасить от слова совсем. Мне нужна ваша помощь. Я думаю, что нужно выбрать какой-то цвет и перекрасить его, потому что что-то с белым, ну совсем не складывается. Может с каким-то другим будет складываться. У меня есть несколько вариантов, они очень странные. Ну их точнее всего два. Да не, вообще на самом деле один. Короче, серый, светлый цвет, как у Porsche. Вот, вот такой. Я думаю, ему зайдет светло-серый с черным глянцем. Должно же смотреться неплохо или плохо. Короче, помогите мне, напишите в комментариях, какой бы цвет вы покрасили гольф, если бы это была ваша машина. Ну и будем думать, что будем думать. Я рад, что вы были со мной. Я рад, что пиздюк скоро будет с нами. Короче, с кайфом. Ну все, жду ваши комментарии. Все, ребят, всем пока.